Ольга, Стефан, доброе утро! Конечно же, самые главные события, как и 75 лет назад, проходят в Ливадийском дворце. О них мы сегодня поговорим с нашей гостьей, заведующей отделом научно-просветительских программ Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет. Ксения Николаевна, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, что уже состоялось в Ливадийском дворце? Вчера, 4 февраля, началась наша программа, которая называется Дни Крымской конференции. Мы пригласили наших коллег, гостей, друзей музея на мероприятие. Оно началось в 12 часов с возложения цветов и памятника Большой Тройки. Затем для наших гостей стоялась презентация двух выставочных проектов. Один из них называется Ялтинская конференция «Рассекреченные документы». Подготовил эту выставку Музей Победы, город Москва. На этой выставке представлено около сотни интереснейших документов, которые ранее были неизвестны не только обывателям, но даже ученым и исследователям. Рассекретили их в Министерство обороны. Что это за документы? Что там? Документы, касающиеся некоторых аспектов подготовки, вот этого важнейшего мероприятия, проведения. Документы, которые освещают интересные моменты, касающиеся уже, так сказать, неформальной части конференции. Они посвящены мероприятиям, которые были уже после проведения вечерние, так сказать. Развлекательные. Развлекательные, совершенно верно. И также вчера состоялся интереснейший момент. Бывший подполковник, подполковник запаса Александр Красиков решил подарить Ливазийскому дворцу альбом фотографии, который принадлежал Василию Ермаченкову. Этот военачальник принимал участие в Крымской конференции, имел самое непосредственное отношение. И данный альбом подарил Борис Шенин, известный советский фотограф Ермаченкову. Конечно же, для Ливазийского дворца этот подарок является необычайно важным. И, естественно, поможет пополнить фонды Ливазийского дворца, поможет создать более интересные выставки в дальнейшем. Ну и вчера также была представлена выставка, которая называется «Во имя всеобщего мира». На этой выставке были представлены предметы из фондов Ливазийского дворца, посвященные советской дипломатии. Далее, 5 февраля пройдет детский круглый стол. Сегодня, совершенно верно. Проводит его международный детский центр «Артек». Называется это мероприятие «Ялтинская конференция глазами правнуков Победы». И, естественно, дети уже будут говорить о том, что происходило у нас 75 лет назад. И будут делать свои выводы. Надо ли чтить память наших предков, надо ли освещать это. И, конечно же, все это придет при участии наших сотрудников. Основные важнейшие мероприятия в Ливазийском дворце пройдут 13 и 14 февраля. Это будет международная научная конференция «Ялта 1945. Уроки истории». Это мероприятие ежегодно проходит в Ливазийском дворце. В этом году, в связи с 75-летием, конечно же, события будут более масштабными. Потому что в конференции примут участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, будут представители Государственного Совета Республики Крым, Министерство культуры, будут исследователи из России. Иностранные гости. Естественно, это будет Турция, Китай, Великобритания, США, Канада. Не перечесть всех участников нашего мероприятия. Ожидается в первый день порядка 150 человек. Ну и, конечно же, нельзя не сказать об исследователях нашего региона. Крымские ученые примут самое непосредственное участие в данных мероприятиях. И 15-го числа завершается наша программа историческим клубом, который проводится совместно к гуманитарно-педагогической академии. Это тоже традиционные такие мероприятия. Естественно, мы уже не первый год сотрудничаем с университетом. Для участников исторического клуба пройдет показ видеоспектакля, который называется «Операция органавт». Подготовила его Наташа Ован. Она член Союза российских писателей. В этом году она приедет именно к нам. Ксения, я понимаю, что столько мероприятий, обо всех рассказать практически невозможно. Но мы очень благодарим вас за то, что вы пришли к нам сегодня, рассказали. Ваше утро провели с нами. Ольга, Стефан, передаю эстафету вам. Большое спасибо, коллеги. Спасибо, Вика. Желаем вам отличного настроения. И только добрых вестей. Напоминаем, на связи была Ялта и корреспондент телерадиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.